Доброго времени суток! Продолжаем наши видео отчеты о работе Фанни Машу. Лаборатория начинается с того, что делаем заказ необходимых нам материалов. Вот новая лаборатория. Пришли первые посылки. И я специально отложиваю этот момент вскрытия, для того, чтобы мы это с вами сделали совместно. И посмотрели, что вы здесь получите. У меня так получилось, что материалы некоторые я заказывал у старых поставщиков, а некоторые так получилось, что заказали у новых поставщиков. И вот мы сейчас оценим их работу. Значит, здесь это полипропиленовая пленка. Что нужно сразу сказать? Вот это у нового поставщика мы заказывали. Это мы заказывали из... Это из-под Киева. Или из Киева, точно не помню. Значит, вот на видео посмотрите. Там я добавлю номер телефона и отзывы о том, что мы получили в результат. Значит, что нужно отметить? Что было сработано поставщиком, очень мне понравилась его работа, потому что товар отправлен был очень быстро. Без всяких проблем мы договорились. Нам оформили вот эту... Ну, и нам для начального адаптации производства не нужно большое количество. Вот такой бухты нам хватит. Здесь приблизительно будет где-то пакетов 800 для мицелия. Ну, и для того, чтобы нам хорошо настроиться, нам этого будет достаточно. Значит, правило очень быстро. Это я сразу могу сказать. Во-вторых, мы очень... Первый раз делали заказ. Поэтому очень скрупулезно дважды уточняли, чтобы мы поняли друг друга. Нам был необходим не полиэтилен, а полипропилен. Значит, если вы ходили в школу и знаете, что такое уроки химии... Нет, может быть, это не школа. Это было после школы, скорее всего. Значит, полиэтилен, или в народе называемый капром, это тот материал, тот пластик, из которого делают кульки, крышки для банок. И он такой вот мягкий. Но у него недостаток, он не выдержит высоких температур. Полипропилен, это, как в народе называемый, такая вот шелестятка, или шелепучий, или как вы хотите, по-другому называете, я его называю полипропилен. Вот он, вот такого формата. Значит, это не рукав, это полотно. Здесь 13,5 килограмм. С учетом того, что здесь приблизительно где-то граммов 700 будет весить сама картонная болванка, на которую он намотан. Значит, толщина этого полипропилена 40 микрон. Это прекрасная толщина, потому что раньше мы работали, значит, 35 микрон. Это мало. Такие пакеты плохо держат швы, они часто рвутся, ну и неудобно с ними работать. Разный вариант. Они плохо, даже склеить их плохо, потому что очень тоненькие. Сороковка, значит, с ней прекрасно вообще работать. Прекрасный материал, который подходит для изготовления пакетов. Доброе утро. Кино. Значит, вот. Ты присаживайся, послушай. Вот рассказывай про полипропилен. И, значит, 40 микрон. Есть, значит, сразу вопрос возникает. А почему не 50 микрон, почему не 60 микрон? Ответ просто один. Это будет, чем больше микрон, тем меньше будет пакетов, тем дороже получается кулек. И, то есть, ну, зачем нам брать там 100 микрон, то есть тяжелые мешки, которые, ну, абсолютно нету в этом надобности. 40 микрон абсолютно хватает. Раньше я покупал, когда-то были 60 микрон. Ну, хорошие, вообще, надежные, там, твердые. Но они, опять же-таки, получаются тяжелые. Если из 30 микрон, 35 микрон, мы сделаем, например, из такой бухты 12 килограмм, мы сделаем пакетов где-то 1100, то из этих уже получится 800. Если это будет 60 микрон, то получится пакетов 500. Меньше. Ну, естественно, что... Но в прочности ничем не уступает. А нету смысла, нету никакой необходимости для работы в тех температурных режимах, автоклавах и все, что мы с ними будем делать, этого полипропилена будет достаточно. Остался только один вопрос. Сейчас вскроем запайщик. Попробуем, как он будет паяться. Ну, по внешнему виду и по всем остальным параметрам это то, то, что нам было нужно. Хороший формат 40. То есть, это предвидит то, что мы перейдем скорее всего из... Сейчас адаптируемся на 4,5, как я работаю на метках, а потом все равно будем делать 6. Более профессионально. Я все-таки на розницу ориентируюсь. Вот маленькие пакеты делать. Ну, люди хотят, им не нужно столько, там, прям 6 килограмм, поэтому вот такой формат. А мы будем делать 6. Ну, для больших объемов, для посевов там на грибы, там нечего играться. Вот. И здесь он немного шире. Раньше я покупал, тут был 38, минус спайка, то он получался где-то 35. Это 5 сантиметров где-то уходил. А здесь будет большой пакет при том же формате. Ну, я думаю, что все будет нормально. Вот такой видеоотверт. Там кнопочку умеешь нажать и остановить? О, спасибо. Идем. Спасибо. Идем. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...